Весенние цветы Так хороши, что никогда не надоедают. Сегодня героями нашей программы будут красные анимоны и очаровательные синие эрингиумы. Вся композиция будет располагаться в стеклянной вазе. Эта вазочка будет как бы основой композиции. Ну и, конечно же, ветки. Куда без них? Столько всего можно сделать из веток. Они сегодня будут тоже неотъемлемой части. С них-то мы и начнем. Для начала мне нужно выбрать наиболее толстые, мощные ветки. Мы будем делать каркас из веток, который будет начинаться внутри вазы и выступать немного над ней. Для этого мне понадобится проволока, а также кусачки и плоскогубцы. Для начала сделаем заготовочки из проволоки. Нарезаем ее на кусочки. Примерно они должны быть такой длины, чтобы хватило для крепления двух веток между собой. После того, как кусочки мы нарезали, мы их сгибаем. И вот наши заготовки готовы. Делаем устойчивую конструкцию. Начинаем всего лишь с двух веточек. Каркас должен находиться на небольшом количестве веток и постепенно нарастать и увеличиваться в массе. Ветки внизу будут самые толстые, а наверху будут постепенно тоньше, тоньше и тоньше. Итак, как вы видите, я закручиваю проволоку. И для того, чтобы не ее плотно закрутить уже окончательно, я использую плоскогубцы. Все очень просто. Для того, чтобы проволока не рвалась, когда вы будете ее закручивать, немного оттягивайте ее на себя. И кончик, естественно, загибаем. Ну, и по такому же принципу мы скрепляем и дальше ветки. Скрепляем их между собой в разных положениях. Я думаю, что вся эта конструкция из веток не будет подниматься выше, чем примерно 5 см выше верха вазы. Вот эти торчащие ветки сразу же можно обрезать, потому что нам не нужна такая высота. Сразу обрезаем покороче. Ну, и в таком же духе вы продолжаете добавлять по одной веточке. Каждую веточку вы прикручиваете так, чтобы она держалась плотно и создавала собой такой плотный, красивый, прочный каркас. Сразу скажу, что времени это займет, ну, не очень мало, так скажем. Но есть вариант для более продвинутых. Волшебство. Достаем старой бабушке на платок. Хочу обратить внимание, что платок должен быть с цветочками, иначе ничего не получится. И накрываем композицию. Снимаем. И все. Не надо тратить время, очень удобно. Ну, и на последнем этапе размещаем уже более мелкие, такие тоненькие веточки. Создаем нюанс. Их можно, в принципе, размещать уже без крепления проволокой. Они будут держаться уже за счет того, что мы создали довольно-таки плотную паутинку. Главное, что так работает. Добавляем еще мелких веточек. Мне нужно создать еще более ключейскую структуру. Для того, чтобы, когда я буду размещать здесь цветы, они у нас каждый находился на своем месте. И желательно не двигался в стороны. То есть, если я захочу перенести композицию из одного места в другое, он останется там, куда я его поставила изначально. Так, добавляем. Стараемся находить такие положения веток, чтобы они у нас плотно держались сами друг за друга. Ну вот, думаю, что сейчас в самый раз. Кажется, все в порядке. Да, думаю, что и высота, то, что надо, как раз около пяти сантиметров. И плотность тоже достаточная. Теперь будем делать вот что. Теперь мы подровняем форму. А именно сделаем ее чуть шире куба, по ширине где-то сантиметра на два, может быть на три. Сделаем это при помощи секатора. Я думаю, что на глазок вполне подойдет нам. Просто я буду смотреть со стороны и стараться по одной линии отрезать ветки. Думаю, что сверху мы тоже немного подровняем. Брежем сильно торчащие ветки. Теперь нужно делать вот что. Нужно задекорировать проволоку. Так как она у нас видна, и это технический материал, нужно придумать какой-то способ, как ее закрыть. Думаю, что способ будет довольно простой. Это будет мох. Мы просто приклеим его при помощи горячего клея в те места, где видно проволоку. Таким образом мы прячем проволоку. Для убедительности нужно попробовать спрятать и ту проволоку, что осталось внутри. Пролезть как-то внутрь и добавить мох и во внутреннюю часть. Чтобы он у нас не оказался только на поверхности. А еще мы сюда добавим что-то такое очень маленькое, симпатичное. Шляпки от желудей. Что-то такое, какая-то изюминка должна присутствовать. Берем эти шляпки, аккуратненько подклеиваем и внедряем их куда-то в композицию. Эти шляпки, они вроде такой изюминки. Думаю, что их много не нужно размещать в композиции. Буквально штучки 3-4 будет достаточно. После того, как мы закончили декорирование технических моментов, таких как проволока, мы делаем вот такую вещь. Мы достаем каркас и вытряхиваем из вазы то, что туда нападало во время сборки этого каркаса. После того, как вы вытряхнули оттуда кусочки мха, веток, наливаем воду. И опускаем каркас прямо в воду. В идеале, если у вас есть какая-то питательная смесь, предназначенная для того, чтобы цветы дольше стояли в воде, лучше растворить ее в воде, так как неизбежно туда попадут кусочки мха, и вода будет портиться, наверное, чуть-чуть быстрее, чем нам бы этого хотелось. Теперь, когда вы вновь установили каркас, начинаем размещать цветы. Начнем, пожалуй, с замечательного растения эрингиум, или по-нашему синеголовник. Синеголовник, или эрингиум, имеет множество народных названий. Бич божий, бурьян, адамовая голова, колючка, морея, николайчики, перепелочная трава, татарник, чертополох и многие другие. Эрингиум – многолетнее колючее травянистое растение семейства зонтичных. Некоторые виды растения, например, синеголовник полевой, встречаются на юге Европейской России и на Кавказе. Синеголовник чаще используют в зимних композициях. Также он очень хорош в интерьерных композициях, так как при высыхании не теряет декоративности. К тому же, по поверьям, такая аранжировка защитит дом от злых людей. Когда-то давно один из самых распространенных оберегов от глаза и порчи был пучок синеголовника, подвешенный при входе в дом. На языке цветов синеголовник обозначает дружеские чувства. Очень красивое растение. Его мы разместим как бы на нижнем ярусе композиции. Обрезаем. Хочу обратить ваше внимание, что все травянистые растения лучше подрезать при помощи ножа. Асекатором пользуются только в случае того, если вы подрезаете ветки. Нижние цветочки тоже придется убрать. Они нам помешают точно установить цветок на его месте. Вот эти небольшие кусочки растений тоже можно разместить просто в более нижней части композиции. Вот такая получилась основа из синеголовников эрингиумов. Теперь самое время добавлять анимоны. Убираем самые красивые, которые нам овываются. Размещаем анимоны по одиночке и небольшими группами, по 2-3 штуки. Смотрите, какой необыкновенный красавец оказался в ряду наших совершенно алых анимонов. Вот такой вот необычный цветок. Думаю, что еще 2-3 цветочка где-то в этой области будут в самый раз. Еще один. Вот в этом месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. Ну, просто красавца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот, кажется, все готово. Полюбуйтесь. По-моему, очень ярко, по-весеннему, такая поздняя весна. Ну, вот, посмотрите. По-моему, очень ярко, по-весеннему. Я бы даже сказала, что это поздняя весна. И в то же время очень воздушная композиция, несмотря на то, что в ней много цветов и веток. Думаю, что такая композиция обязательно будет хорошим украшением к какому-нибудь весеннему празднику. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу выполнения композиции или что-то осталось непонятным, заходите в мой блог на нашем сайте zagradefistv.ru и задавайте вопросы. Я обязательно отвечу. А на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»